Друзья, всем привет! Я снова у Ани. 48 часов с момента рождения наших щеночков. Все собачки почему-то судорожно начинают пить воду, когда слышат мой голос. Наверное, думают, что я пришел, выпить их воду. И у нас появились сегодня хорошие новости. Сначала я расскажу. Сегодня где-то в 4 ночи или в 5 ночи я монтировал видео. Аня мне прислала вот такое замечательное видео. Моя малая пицца. Почему я уночка, мамочка? Кто у нас первая стала мамочкой? Ну, садись, как тебе удобно. Ну, и так у нас, друзья, первые признаки мамочки появились. Мы вместе с Аней радовались с утра, что ломбада... Ключила мамы. Ключила мамы, всего окормить, облизывать. Я буду уже брать щенков. Очень хорошо, потому что даже... Ну, опять, просто даже Ане полегче будет. Ну, и для щенков замечательно. Значит, будет больше молочка. Дойдем до ломбады и как раз посмотрим, как она это делает, насколько она хорошая мама. Сейчас Аня отгрузит несколько килограмм щенков. Сколько Аня ты планируешь отгрузить? Восемь ломбады иных ломбадов всех своих щенков кормят. Отлично. Сама всех кормят. Прекрасно. Так. 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 Следим за процессом. Ломбада уже сама идет кормить? Да. Она же мамочка. Да, ломбад? Пойдем, мамочка, пойдем. Даже Яне интересен. Ляля тоже хочет быть мамочкой, но, Ляля, не все сразу. Заходи. Да, и Ляля хочет быть мамочкой. И Ляля там уже выламывает дверь. Да, Ляля уже выламывает дверь. В общем, проделаешь, все хотят. Что, правда Ляля хочет быть мамочкой? Ну, естественно. Все хотят. Нифига себе. Молодцы, будь добрый. Все хотят к щеночкам. И все хотят одновременно. Угу. Да, ломбаш? Так, ладно. Смотрим. Но она их вылизывает. Но ленивая, да? Насколько может, в силу своих физических возможностей? Я ей пока подношу, потому что если она сейчас начнет сама вылизывать, она их всех передавит. Ну, понял, да. Она же не почевает. Поэтому мы сначала кормимся, в принципе. Ну, вылизываемся. А так она щенков приняла. Она знает, что она их мама. Держи. Понятно. Пойду посмотрю на Ляляну морду. Ляля, блин, ты тоже очень хочешь? Я понял, что ты очень хочешь. Но тебе нужно подождать минут 20. Минут час. Или час, да. Потому что сейчас мы кормим щенков долго. Оставляем мы их уже на 2,5-3 часа. В смысле, 2,5 часа едят? Нет, оставляем потом. А, понял, перерывы стали больше. Понял. Сейчас мы их кормим долго. Так. Так. Отсюда не буду тыкать камерой туда. Потому что, видимо, ломбада. Короче, она просто им интересуется и готова их вылизывать. Вот все изменения, да? Ну, она мама, по крайней мере. Я сейчас их всех приткну и могу от нее уйти на диван. Она будет лежать, моя девочка. Каня, тебе вообще ничего не надо делать. У тебя почти нет работы. Ну, я смотрю, чтобы они все ели. Почти нет работы. По крайней мере, я уже не так могу сидеть все эти 40 минут, час. А на диване спокойно. И одним глазиком смотреть, чтобы все ели. Если кто-то отпадает, я подсовываю опять. С такой бульдуржкой. Они едят, пока не уснут. Ну, это где-то 40 минут, час. Мне кажется, для бульдога это прекрасная функция. Жалко, нельзя поставить вторую гнезд. Потому что если она сама будет подрываться, она может кого-то придавить. Кто-то не доест, кто-то откинется. А я же не посмотрел хубинатора. Хубинатор вообще на автопилоте? Ты там вообще как им участвуешь? Она чихуашка. Она чихуашка, я понял. Это у нас местная шутка, потому что у нас последние два месяца было трое родов чихуашек. И все они как рожали? Мы родили, мы три часа попринимали роды дома. И просто отдали им. И больше там даже пеленки, наверное, раз в 10 дней менять можно. Потому что они, во-первых, чистоплотные. И у них там все по полочкам, все чистенько, хорошо. В общем, с чихуашками легко и приятно. В этом плане. И вот хуба, похоже, такая же классная мать. А у нее все под контролем, видите? У нее там все разложено. И она просто все делает сама. О такой собаке-маме можно только мечтать про в Дане. Если бы все були были такими мамами, это было бы вообще легко. Но, друзья, с булями, с бульдогами легко не бывает. Потому что, во-первых, всегда это кесарево у обеих пород. И всегда с булей это оккупирование ушей. И очень часто плохие мамы. И, короче, возня. И возни намного больше, чем чихуашками. Поэтому мы все время и сравниваем. Чихуашки – это, конечно, идеальный вариант. Надеюсь, Ляля дождется. Все, я могу встать? Спи, моя девочка. Давай я пока сниму сейчас вот отсюда мордочки, пока ты здесь. А потом отойду в сторонку, чтобы тебе не мешать и ее не смущать. Видишь, у меня, когда я тут сама, у меня тут лучше идиллия. Чем, когда еще кто-то есть. Да, понимаю. Ладно, все. Аня выходит. Мы тогда с Аней еще чайка попьем. И когда будем следующих менять, снова включим камеру. И будем уже Лялю потом звать. Уберем сначала щенков ломбады, потом позовем Лялю с ее щенками. Друзья, мы наконец-то записали видео, которое все наши подписчики ждали очень много лет. Сейчас посмотрите небольшой анонс этого видео. Друзья, уже 5 лет мы не могли вам рассказать трагическую, очень интересную историю про нашу собаку, американский булли по кличке Блэй. И каждый год мы нашим зрителям обещали, что мы расскажем. И каждый год не рассказывали. Но сейчас пришло время это сделать. В нашем самом первом видео на канале про переезд в Крым, среди пары десятков собак, с нами приезжает красивая собака породы американский булли по кличке Блэй. После переезда, примерно год, мы не снимали видео на канал. А когда начали снимать, то Блэйда уже не было. В июле этого года Блэйду могло исполниться бы 11 лет. Но он прожил всего 6 лет. Мы давно обещали снять видео про Блэйда. И несколько раз пытались снять видео. Вот так же становились перед камерой и хотели рассказать. Но было очень тяжело. Сегодня, когда прошло много времени, я уговорил Яну все-таки поделиться с нашими зрителями этой невероятной, но очень грустной истории. Мы сейчас вам расскажем всю историю Блэйда в хронологическом порядке с того момента, как мы его увидели первый раз. И сделаем мы это эксклюзивно на Рутуб. Такое, друзья, видео мы записали, и оно уже опубликовано на Рутуб. На других платформах это видео не выйдет эксклюзивно. Только на Рутуб можно посмотреть. Так что снизу под этим видео есть ссылка на видео на Рутуб. Переходите, смотрите. Очень интересно. Так, друзья, ну вот прошло примерно полчаса. Давайте посмотрим. Наетые щенки? Все наетые. Сейчас будем всех мыть. Отлично. И начнем с мерлюшечки красотушечки. Самый маленький. Да, он самый маленький? Да, смотри, какой плохо. Она, да. Здесь у нас всего один мальчик. Да. А, у нее один мальчик? Да. Ничего себе. Семь девочек, один мальчик. Прекрасно. Девочки, бульдушки, мне больше нравятся, чем мальчики, честно говоря. Такая классненькая маленькая. Да. Пушиночка. Малявочка. Он с такой яркой спинкой. Вот мальчик у нас. Вот мальчик единственный. Голубой Мерль на белом. Ну, и очень вид мало Мерль, потому что мало голубого. Ну, да. На белом, на голубом немножко просвечивает. Он еще с подпалом. Смотри, она с таким удовольствием на Лизу. Да, она любит своих детей. Она хорошая. Да, она у нас. Такая. 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 Единственный пасан. Она любит своих детей. Как ты сказала, хорошо. Все помоет, все животики помассирует. Да. Прекрасно. Круговорот всего. Зрители говорят, что это не очень красивая картина. А нам нормально, мы радуемся. Ну, картина это не очень красивая. Но какая есть эта природа. Она такая. Да, так вот животные делают что-то делать. По-другому они не умеют. Картина, да. Да. Мы бы, может, тоже рады на это не смотреть. Если бы были бы памперсы, которые бы они меняли сами, мы бы были тоже рады. Если бы они так за день туда сходили, мы потом просто поменяли. Ну. Деткам надо помогать, в общем, смысл в том. Мамам. По-любому надо деткам помогать. И человеческим, и собачьим, и мамам кенгурум, и мамам крокодилов, наверное. И мамам крокодилов. Не будем про это говорить. Мы не знаем, что делать мамам крокодилов. Мамам крокодила, наверное, так не подмывает. Нет. Я вообще не представляю. Они же есть яиц. Может, там все другие от природы. Как цыплята, рептилии, и сам не умеют все. На лялю смотрят. Типа. Ревной. Так, второй мальчик вернулся. Ну, что уганная? А это кого мы сейчас мыли? Я сейчас пропустил. Девочка львовая триколор. Девочка львовая, да? Львовая триколор. Да. Ой, она будет такая красивая, нежно-нежно львовая, с желтизной триколора. С подпалом. Это прекрасно. Так. Ну, а это коровка. Ну, она тоже триколор, но спрятанный. Угу. Здесь не может быть однотонных окрасок. Сейчас ляля своего шанса дождется наконец-то. Да. Пока здесь моешь, я слышу, что там у Хубы приток молока. Она вся пыхает. Приток молока. А услуги нурбану, получается, больше не нужны? Нет. Ну, и ладно. Ну, не вижу. Она себе сладко спит зубами к стенке. Она обиделась, что я ей мало внимания теперь уделяю. Ну, да. Нурбану. Нурбаш. Нет, она даже голову не поднимает, Тань. Она реально обиженная сидит. Какая обида. Угу. Со всеми, скажи, возишься? Ну, что скажи, мама. А меня вообще не любит никто. Скоро они все уйдут, и мы с тобой будем снова жить на диванчике вместе. Давайте. Так, кто там у нас сейчас? Что за мордочка? Голову не видим. Только попу видим. Кто-то левого или это соболь? Голубой соболь. Голубой соболь. Голубой соболь. Голубой соболь whiteちゃん . Угу. Голубой. Голубой собольный кошек и тёмния два aliverem持елых Угу. хорошая девочка успокойся смотрится да не все я помыла что ли не скажи не может быть такого такое бывает что да я ничего не могу от 1 раза в четыре часа ходят раз в три раз четыре часа сходил а это что за членок собака собака девочки собака не рыжий как он спит наверное будет они же посветлее но и ламбада меньше просто белого островочек такой не на голове ламбада пойдет гулять или сейчас сразу пойдет на нет они уже гуляли перед тем как еще один щенок покажешься другой такой красивый хубой выкормлено это ты его отдавал на день скормления мы все сейчас все щенки ламбады уже с ламбада и молоко генерируется в нужных количествах да все хорошо как приятно наблюдать и друзья еще раз напомню что девочка ламбада стерилизованную и через короткое время после того как она закончит кормить щенков восстановится и поедет новый дом да так сюда поставим ламбаду уберем ламбаду пошли понял как это работает да сейчас всех как тетрис разложит кого куда приходите на приходит а уходите напротив естественно понятно ляля очень сильно меня любит на них желание щенков у нее будет больше точно наконец-то не проигнорировал она сразу забивает позицию где там дети высматривать вот что значит все разлюбила ты меня моя предательница такая одновременно кладется в одну часть выкладывать другую часть вот этот механизм я их уже различаю кто лялян и кто ламбады ты уже на кличке всем дала нет еще ты что не придумала 19 кличек аня это как легко для тебя я даже не знаю кто из них один два три четыре пять пока виде не смонтируют какие-то номера пока виде не смонтируют не будет номеров для меня они просто лялины и ламбады хорошо что хубины сами живут что ты будешь хотеть любить ребенка скажи я их люблю но мне их подсовывать не обязательно ты же зачем ты не подсуну давай кормить как обычно в лицо то зачем сувать только кормить любит прикольно кормить себе ну вот эта девочка которая у нас водянистая нормально пока полет нормальный смотрим что там есть водянистая да вот я положила она уже не водянистая уже нет а какие то есть хотя бы отклонения пока нет девочка голубой триколор да все хорошо я же не буду ждать пока ты опять цирками покормишь поэтому ты рассказывай кто у тебя есть вот этот черный щенок красиво который мы восхищались да 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 шикарный щенок и вот я не могу тебе показывать потому что все-все-все-все-все-все-все-все-все-все важнее всего здоровье и безопасность собака 5 раз осталась балериной раскрывается так это кто девочка девочка может не отвлекайся все-все-все-все-все-все не отвлекай я не могу так так ну а друзья побыли мы вами в гостях сегодня второй день подходит концу завтра будет еще один день сегодня у нас все новости хорошие, потому что у нас бомбадатель хорошая, мама Ляля не мешает кормить щенков это тоже прекрасно она уже не убегает не убегает, уже хорошо даже можно было сказать, что она хотела к ним, правильно, оттуда из клетки к ним нормально но вот она их понюхать не суйте она их как терпит любит, но она не понимает, что их надо зачем вы мне их суете да, она просто не убегает можно же не свать меня абсолютно она немножко в афиге, да? ну да так, ну здесь у нас уже все засыпают температура уже понижена на 1 градус до 30 ну а мы говорим Ане, спокойной ночи и пока-пока Аня, пока все, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал пишем комментарии и увидимся зайдем к Ане через день или через два в зависимости от развития событий всем пока